Продолжаю публиковать отдельные рассказы украинских военнослужащих, которые находятся в плену. Опять очередное предупреждение. Вы должны относиться к тому, что рассказывает этот военнослужащий, который находится в плену, через призму того, что он находится в плену. Тем не менее, отдельные факты, которые он озвучивает, имели место подтверждения как минимум еще в одном источнике. Он называет фамилии, он называет место, он называет даты. Теперь я обращаюсь, пожалуйста, ко всем жителям Мариуполя, ко всем тем, кто жил в Мариуполе и переехал, был эвакуирован из Мариуполя. Пожалуйста, если вы знаете человека по фамилии Туманов, который пропал, последний раз был замечен в районе станции Стан-300 и улицы Новосибирской. Я не знаю, в курсе ли его родные и близкие, что он погиб, что он был убит. Мне нужна любая информация про этого человека, про его родственников. Я обратился за помощью об этом в своем телеграм-канале, в своем большом телеграм-канале. Там я указал почту и попросил, пожалуйста, если вам это известно, только не спамьте, если вам реально это известно, напишите, что вам известно про обстоятельства того, как он пропал и того, где он находился. Смотрите, дорогие друзья, я всегда говорил и говорю, для меня нет разницы, с чьей стороны совершено военное преступление. Военное преступление – это военное преступление. И ничто не может смягчить тяжесть совершения военного преступления. Это не преступление рядового бойца, это злонамеренное указание руководства. То есть это политика руководства. Это проблема. Еще раз прошу, пожалуйста, если вы знаете что-то о судьбе этого человека и о его родственниках, обратитесь. Горецкий Сергей Романович, сержант, начальник контрольно-технического пункта, техник с безопасностью дорожного движения, 1-го отдельного батальона, 36-й отдельной бригады морской пехоты, войсковая часть А-2777. 12-го числа, приблизительно часов от 12 до 15, я прибыл на наблюдательном посту, получается, рядом с улицей Новосибирская, станция Стан-300, это завод Ильича. В это время нами был задержан, ну, мы увидели человека, который двигался в нашу сторону. Мы его задержали. Был произведен выстрел в воздух. Кем? Был произведен выстрел в воздух. Он не останавливался, потому что там шли бои, и он не слышал. Мы обозначили себя руками, криками, и он у нас уйдет. Мы его подозвали к себе, он нес с собой дорожную сумку. Одет был в джинсы и черную курточку. На вид примерно лет сорок. Он оставил сумку метров десяти от нас, подошел к нам. Мы его оглянули, досмотрели. Потом я пошел, забрал сумку, принес. Оглянули сумку. В сумке были личные вещи, документы, табак. Был раскладной ножик в сумке. После этого я помню фамилию Тумана. После этого доложили на командира отделения, которому я был прикомандирован. Командир отделения, Ливерчук Антон. Третье отделение, 2-й роты морской пехоты. Позывной Антис. Доложили мы на него, получается. После этого, что задержали Гражданского. После этого, минут спустя 3-4-5, по радиостанции услышали, что вышел командир батальона на Антиса. И сказал допросить и расстрелять. Вова Евгений Петрович, позывной Черчилль. Майорка. Майорка. Получается. И в то время я же сразу, я его не расстреливал, а сразу повел туда к Антису, разбираться с ним. Я повел туда его. Переверчил, повел, где дислоцировался, получается Антис. Командир отделения. Он дислоцировался в метрах 300 позади, за колеем. Пятиэтажное здание, возле цеха. Отвел туда в коридор. Меня сразу с ним же встретили. Антис и его отделение. Ну, бойцы из всего отделения. Получается. И спустя минут 5-10, его уже начали допрашивать, вышел еще раз командир батальона и дал приказ еще раз расстрелять его. по рации. И приказал его расстрелять. Спрашивал их, кто такой, откуда идет, куда идет. Сказал, что он идет где-то с Мирного, с той стороны, идет, проверял какой-то дом тетки или бабушки и идет в порт. Получается, его еще раз там досмотрели они. Ну, и командир отделения Антис передал приказ, ну, передал приказ командира батальона отвезти в подвал и расстрелять его. Мне и Кучерянку, получается, со мной они не ушли. Потому что у меня был табельный пистолет, чтобы не автоматом, получается. Если бы у кого-то с них был табельный пистолет, это было бы их неучиться. Получается, повели его вниз туда. Сразу же спуск в подвал. Спустились вниз. Там две комнаты было. Сразу же, где лестничная клетка. Я остановился там, получается, где лестничная клетка. Он зашел в комнату далее. Гражданский. Со мной остался Кучерявинка. Юра, это боец из отделения Антиса. Ставший матрос. Гранатометчик. И еще один его боец. Нет. Получается, Гражданский зашел в комнату, где было уже темно. Я сошел с улицы, я его видел только силуэт, получается. Достал свою табельную сброю, зарядил пистолет системы Макарова, номер ОБ-03-97. Где-то под завалом не осталось. Получается, произвел два выстрела в сторону Гражданского. На урожене или нет, я не уверен. Потому что, когда вышел оттуда, с подвала, Гражданский упал дальше. Я вышел с подвала. Там остался в подвале еще Кучерявинка и еще этот боец. Я вышел в подвал, сказал Антису, что я выполнил приказ его. После этого сразу же прозвучало еще три выстрела. Очереди. Три выстрела очереди с автомата. Поднялся оттуда Кучерявинка, второй боец. Кучерявинка сказал, что ты его не убил, я его дострелил. После этого я ушел назад на пост. Взял продукты, на двоих покушал и ушел туда на пост. Только пришел туда, услышал по радиостанции, что вышел командир 2-й роты «Нептун» на Антиса. И спросил, что по-гражданскому. И Антис, получается, сказал, что он выполнил приказ.